Всемирный день денег ежегодно отмечают 17 апреля. Современные платежные средства, монеты и купюры разительно отличаются от тех, которыми пользовались люди несколько сотен лет назад. Проследить эволюцию денег можно в Ивановском историко-краеведческом музее. Мы с вами находимся в кабинете у коллекционера Дмитрия Геннадьевича Бурылина, благодаря которому была собрана замечательная нумизматическая выставка. Он был членом Московского нумизматического общества и его интерес лежал в области редких и древних монет, экзотических, можно сказать. И здесь мы с вами в витрине можем увидеть весьма редкий для провинциальных музеев соляной брусок, который выступал в качестве платежного средства в Африке, в Абиссинии, так раньше называли Эфиопию. Не менее удивительно, на стенде с монетами смотрятся морские раковины Каури, которые использовались в качестве платежных средств в Китае 3000 лет назад. По соседству монеты с отверстием посередине, также родом из Поднебесной. В экспозиции представлены и образцы самых первых российских денег. В конце 13 века у нас появился рубль. Рубль выглядел как брусок прямоугольный, который был из серебра, и его отливали в Новгороде. То есть это новгородский слиток, который весил около 200 грамм. Это был фактически первый рубль. Большинство историков сходятся во мнении, что термин «рубль» произошел от слова «рубить», то есть обрубок гривны. В середине 14 века в ходу были серебряные монеты, которые носили название «деньга». Обменный курс – 200 монет за один новгородский рубль. Также в экспозиции представлены деньги Российской империи, выполненные из драгметаллов. Есть замечательный такой комплекс золотых монет времени Елизаветы Петровны, дочери Петра Первого. Она очень любила развлечения, и для дворцового обихода выпущены были золотые монеты двухрублевого рублевого достоинства и даже полтинник. Расплачиваться монетами, пожалуй, куда логичнее, нежели морскими раковинами или соляными брусками. Но и у металлических денег были свои недостатки. Для упрощения платежей Екатерина II распорядилась ввести в обращение первые бумажные купюры ассигнации. Тогда они печатались черной типографской краской на плотной бумаге с водяными знаками. Чтобы понять, насколько они были удобны в обращении и что они из себя представляли, достаточно сказать, что, например, платеж в 100 рублей, обычный платеж для наших дней, 100 рублей, очень незначительная сумма, так вот, в то время пятикопеечными медными монетами сумма 100 рублей весила примерно 6 пудов. То есть это, надо понимать, практически центнер. И для ее перевоза потребовались бы две телеги. С распространением денег появилась необходимость контроля над их обращением и эмиссией, выпуском. Так, в 1860 году был учрежден Государственный банк Российской империи. Спустя четверть века отделение Госбанка появилось и в Ивановском крае. За сто с лишним лет не один раз сменились деньги, а также устройства для их счета. У нас есть в экспозиции арифмометр «Феликс», который название соответствует заводу-производителям, потому что производился на заводе именно Дзержинского. В какое время им пользовались? Ну, это, считайте, до конца 20 века, так же, как и счетами. Счеты используются в большей степени в торговле и в бухгалтерских расчетах. А в нашей экспозиции представлены денежные знаки, как царского периода, советского периода. Есть банкноты иностранных государств и есть монеты разных исторических эпох. В начале нового тысячелетия деньги снова меняют облик. Вместо физического носителя соляного бруска, монеты или купюры – безналичные расчеты. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ «Иваново».